Бэд Варс, Скай Варс, если ты любитель таких мини-игров, то канал Енотика специально для тебя. Заходи и подписывайся, ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в нашу новую серию без модов, где сегодня мы будем рассматривать, как сделать полностью рабочий вертолет, стреляющий ракетами, имеющий как будто в машине 5 передач скорости. Да, ребят, это всё реально в Майнкрафте и даже без модов, только с помощью одной команды. Это действительно очень круто, потому что, мне кажется, уже приступает то время, когда команды становятся уже намного лучше, чем моды. В какой-то степени, да. Но, ребята, я буду очень сильно рад, если поставите лайк, потому что вот не зря у меня тут находится военная база. И не зря у меня тут находится истребитель. Там хаммер. И где-то в гараже танк, которые также могут быть работающими, но это зависит только от вас. Если вы также хотите увидеть следующие части с истребителем, хаммером, с танком и многим другим, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Каждый лайк для меня очень важен. Я, ребята, люблю и ценю своих подписчиков, поэтому, пожалуйста, 1200 лайков и выходит новая серия. Когда выйдет, зависит только от вас. Также там в уголку есть кнопочка с надписью подписка или под видео. Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. Я люблю, еще раз скажу и уважаю своих подписчиков. Общаюсь и также каждый подписчик для меня друг. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. А мы, ребята, приступаем к самой команде. В первую очередь, как обычно, нам нужно выдать себе командный блок. Делается это все вот с такой командой give, AP, собачка, P, команд, командный блок. Вот так, ребята. Давайте мы его поставим где-то сюда, потому что не зря у нас тут пустыня. Еще раз повторюсь, не зря у нас тут военная база, потому что вертолет умеет стрелять ракетами. Да, ребята, это действительно очень круто. Мы вписываем эту команду в командный блок, если у вас в чате появилась вот такая длинная команда, это значит то, что команда работает, успешно работает на версии 1.8. И все, что нам нужно, это просто взять ее и активировать. Это, ребята, вот такая команда. Сейчас мы, в принципе, можем уже уходить. И что нам нужно сделать, ребята? Она все работает. Только чтобы призвать вертолет, нам нужно поставить еще один командный блок. Ребята, еще один. Я его уже тут поставил. Вот он тут уже находится. Призвать вертолет. Я уже даже написал тут табличку. Почему я выбрал это место? Потому что, видите, тут специально как будто посадочная площадка. Было бы глупо спавнить вертолет где-то вот тут, посередине дороги. Поэтому я специально вот так, прямиком, прям так по центру выбрал, чтобы вертолет заспавнился вот тут. Да, ребята, в принципе, я также мог выбрать и вот тут, и вот тут, но я выбрал вот тут. Что нам нужно сделать, чтобы призвать вертолеты? Нам нужно написать в командный блок, summon helicopter. Короче, призвать вертолет. Это все очень просто. Мы просто нажимаем да, done. И сейчас нам нужно нажать на эту кнопочку, чтобы перед нами тут появился настоящий, работающий, что самое главное в Майнкрафте вертолет. Ну что, ребята, нажимаем, давайте. Опа, и мы нажали, ребята. Сейчас ждем, пока появится наш вертолет. Ждем. Вот он, ребята, как будто, как будто приземлился. И даже в чате написало то, что Landed, да, приземлился. И вот он, ребята, вертолет. Перед тем, как садиться, давайте я уберу вот эти все блоки, очищу чат, чтобы все было отлично видно. Это вертолет, который сам по себе круто сделан. Да, я не скажу, что он прям огромнейший вертолет. Но это обычные блоки в Майнкрафте. Тут нету каких-то блоков из модов или что-то в другом, или что-то другое. Смотри, как это круто сделано. Наковальня. Потом баннеры. И как круто сделано стекло, ребята. Офигеть. И тут, тут есть даже местечко, куда мы можем сесть. Но, вот тут у нас, ребята, находится место для пилота. Как только вы сядете в место, давайте, сейчас уже, в принципе, можно садиться. Сели, и смотрите, что у нас появляется в руках. Сейчас у нас в руках появится панель командира вертолета, можно и так сказать. Вот, ребята, она появилась. И смотрите, что у нас сейчас есть. На первом месте у нас Fire Missiles. То есть, по-русски, это ракеты. Да, ребята. Одновременно вы можете выпускать до шести ракет. Потом идет несколько секунд перезарядки, и вы опять можете выпустить ракеты. На втором месте это у нас зажигание. Как будто в машине, да, вы вставляете ключ, запускаете двигатель, только после этого вы можете трогаться. Это нужно включить сразу. Если вы хотите, чтобы вертолет приступил к работе, вам нужно выбрать второй блок. То есть, второй слот в вашем инвентаре. Да, ребята. На третьем слоте у нас находится, третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом слоте у нас находится скорость вертолета. Как будто переключение передач в машине. Тут вам даже написано. 20% от максимальной скорости. 40, 60, 80 и 100. Не 90, извиняюсь, а 100. Ребята, то есть, это круто, потому что, если вы хотите совершать какие-то маневры, вам, конечно же, нужно уменьшить вашу скорость на несколько процентов, чтобы лучше войти в какой-то поворот. А зачем эти 20-40%? Ну, в первую очередь, для того, чтобы медленно летать, а во вторую очередь, они сделаны для того, чтобы приземляться. То есть, ваш вертолет будет взлетать вверх, когда вы будете выбирать вот эти три зеленых блока. Один из трех зеленых блоков. То есть, зависимо, какую скорость вы хотите. Чтобы он начал приземляться, то есть, медленно, 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 вам нужно выбрать один из этих двух блоков. Да, ребята. Потом, на последнем месте у нас находится фри-камера. То есть, вы можете свободно передвигаться в вертолете. И, в принципе, смотреть в любом направлении. Зачем это сделано? Потому что сейчас в вертолете, зависимо, в какую сторону вы смотрите, туда и смотрит ваш вертолет. То есть, вам не нужно управлять им, нажимая на клавишу вперед. То есть, W, S, D и A, чтобы по бокам ходить. Нет, ребята. Вам нужно просто навести вашу камеру, вашу мышку в том направлении, куда вы хотите, чтобы ваш вертолет совершил движение. Можно сказать и так, ребята. Сейчас нам нужно взлететь. Как нам взлететь? Давайте выберем, давайте выберем пятый слот. 60% скорости. И, как вы видите, наш вертолет начинает набирать высоту. Самое главное, пока он набирает высоту, нам не нужно крутить мышкой. Почему? Потому что, если вы начнете крутить вашей мышкой, он может упасть и просто-напросто разбиться. Да, ребята, взорваться. Я, я честно говорю. Может, я вам даже это покажу. Как им управлять? Как вы хотите, чтобы он пошел назад и как вы хотите, чтобы он полетел вперед? Чтобы он полетел вперед мышкой, вам нужно нацелиться вниз. Вот давайте сначала выберем вот то направление. И вниз. Вот так. Смотрим вниз. И как будто он начинает наклоняться. И смотрите, он начинает лететь вперед. Давайте выберем 100% скорости. Вот так. Ребята, не громко. Если громко, я немного убавлю, извиняюсь. Вот он, ребята, летит. Конечно, анимация не прям там, как в GTA, но если учитывать то, что это Майнкрафт, это вообще офигеть, ребята. Вот, он начинает лететь. Опачки. Вот. 80% скорости, 60% скорости и также 100% скорости. Еще раз давайте повторим наш урок. Если вы хотите, чтобы ваш вертолет полетел вперед, вам нужно навестись мышкой вниз. То есть, он будет под таким наклоном, и он будет лететь вперед. Если вы хотите полететь назад, вам нужно навестись мышкой вверх. Вот так. И он начинает отклоняться и лететь назад. Но все же давайте мы полетим вперед и в том направлении. Почему в том направлении? А потому что у нас в запасе есть куча ракет. И тут такой крутейший, крутейшая такая сокровищница. Да, ребята. Ракеты. Это отдельная тема. Чтобы вызвать ряд действующих ракет, вам просто нужно нажать на кнопочку 1. Давайте мы сразу же посмотрим. Нажимаем на кнопочку 1 и... Пью. 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 Три. Четыре. Пять. Шесть. И после шести ракет, как я сказал, у нас идет перезарядка. Да, ребята. У нас идет перезарядка. И что самое главное, ракеты действительно разрушающие. Но давайте мы не будем так долго лететь к этому... К этой сокровищнице. А сразу разбомбим вот эту башню. Давайте немного снизим высоту. Вот так. Вот. Вот, вот. Давайте еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И вот так. Полетели. Ребята, как вы думаете? Попадем? Давай, давай, давай. Разочек, разочек, разочек. Давай. Попа... Ни разу не попали? Не попали ни разу. Ладно, мы сейчас вернемся. Вот туда. Вот туда. Вот туда. Стреляй. Вот туда. Давай, давай. А, не. Попали, попали. Стену разрушили. Давай. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И разворачиваемся. Пум. И да, ребята, мы уже разрушили нашу... Я не знаю, это радиостанция какая-то? Ну, которая принимает там сигналы от... Падающих самолетов. Ну, или, в принципе, чтобы самолеты вообще совершили посадку. Как видите, действительно работающие ракеты, ребята. Смотрите, какие... Какой ущерб государству они наносят. Потому что они действительно разрушают все подряд. И! И, 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 и. Все, хорэ, хорэ, хорэ. Больше нам не нужно стрелять. Давайте развернемся. Развернемся и немного снизим высоту. Я хочу просто разбомбить вот эти истребители. А почему я хочу их разбомбить? А потому что они будут нашими заклятыми врагами. Ребята, также, как я уже сказал, у нас, возможно, команда на истребители. Да, ребята. Поэтому, если вы хотите, чтобы в следующем видео я рассмотрел, как летать на истребителе, ребята, там, вот я вам честно скажу, там механика тысячу раз лучше, чем в этом вертолете. Там офигеть, как круто летает этот, этот истребитель. И мне, если честно, уже даже не терпится показать вам. Но, ребята, это зависит от вас, когда выйдет следующее видео. Это очень круто, потому что вы за одну секунду, без каких-то модов, вы можете установить эту команду, ваш ванильный Майнкрафт, где-то возле вашего домишка, сделать какую-то красивую посадочную площадку, как, например, вот тут у нас на военной базе. И просто в любое время нужно бы слетать куда-то там, свинюшек поискать. Да, беру я меч такой, беру я свою алмазную броньку. Бежать! Конячка! Какая в жопу конячка? У нас там на посадочной площадке вертолет нафиг стоит. Заходите, садитесь, взлетаете с мечом в руках на вертолете и летите, и летите, летите, бомбить всех подряд. Это очень круто, ребята. Согласитесь, что хоть это и без модов, это команда, но на это я скажу, что это очень круто выглядит. Честное слово, ребята. Но, к сожалению, мы на этом уже будем заканчивать это видео. Давайте мы, если, конечно, у нас удастся приземлиться куда-то, да хоть сюда на крышу, я не знаю, получится, ребята, хоть даже вот сюда на крышу. Главное не взорваться, потому что вы, ребята, да, вы тут можете взорваться, но все же. Действительно, ребята, давайте вот как-то, вот как-то вот туда. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Как я уже сказал, набираем 1200 лайков. И я сразу же специально для вас, моих любимых подписчиков, выпускаю новые видео. Да, в принципе, вообще новые видео, не важно, без модов, может, какое-то прохождение карт, может, еще что-то. Но, ребята, если вы хотите следующую часть, где мы будем рассматривать и летать на настоящем истребителе, ребята, я буду очень сильно этому рад. Секунда, ребята, не поленитесь, чтобы поставить лайк. Это очень просто, но вы действительно сможете сделать мне приятно, потому что каждый лайк для меня очень важен. И я буду действительно этому очень сильно рад. 1200 лайков, выходит новая серия. Также не забываем подписываться на мой канал, там в уголку есть кнопочка с надписью подписка. Или просто под этим видео вы также сможете найти... Ладно. Или под этим видео... Вот, во, взорвался. Потому что мы неправильно его приземлили. Но все же, ребята, под этим видео вы также сможете найти надпись, кнопочку подписка, с помощью которой вы сможете подписаться на мой канал и просто сделать единственное приятно. Потому что каждый подписчик, вот каждый подписчик для меня друг. И не думай, что если ты подпишешься или нет, это не важно. Это действительно важно, потому что я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Ссылка на команду появится в описании после того, как мы наберем 1200 лайков. Ну, или если у меня будет хорошее настроение, я ее сразу же выставлю через там пару часов. Поэтому, ребята, еще расскажу. 1200 лайков, выходит новая серия. Мы, к сожалению, на этом уже будем заканчивать. Я говорю, ребята, спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитрыạn fois. Продолжение следует...